Как с вашей семьей? Здесь я одна. Сын у меня перед войной за полгода умер. Муж тоже умер. Муж тоже умер. Муж тоже умер. Была квартира большая, четырехкомнатная. Все в ней было. И осталось ничего. Мы имели очень большую квартиру. Вы здесь обыкновенный гражданский человек. Мировые люди. Мировые люди. Мы собакуировались в 2014 году. 18 июля. Вот мой дом. Ой, ой. Ну, это их дом. Как вы думаете, почему такое произошло, что только гражданские здания разрушаются? Мы не знаем. Я, например, маленький человек. Чем я провинилась перед Украиной, перед этим. Я не знаю. Я не знаю, почему я против Украины. Я не знаю. Если я что-то и думала не так, как думают там, на Украине. Но за это меня нужно убивать. Это же, ну вы понимаете, если я против была там правительства того, не нравилось оно мне. А мне послали утром на нашу голову, мы спали, дети наши спали, рады. Да. Батальон Днепр, Коломойский, это послал до нас. Да. Да, это все было в ночи. Мы спали. Да. Мы спали. Мы спали. Мы спали. Но когда Карловка в аэропорт еще были перестрилили, это между Карловка и аэропорт Пески были еще в середине. Но как они прорвались, мы не знаем, они уже могли освободить нас из наших домов. Таким способом. Когда они уже в Песке прорвались. Да. Да. И снова соединится с Украиной. Боже, спасибо. Нет, нет. Украины. Нам плохо. Мы без домов, без ничего. Но Украины не прощают. Они мелочные. Они прощают все. У нас мирные. И послали на нас, братья именно на мирные поселки. Да. Пусть они богато живут. Я буду бедна. Но им не прощаю. Я буду бедна. Но Украина не будет. У меня страна Украина хорошая. А этому правительству. То есть это речь идет не о людях, которые живут на Западе. Это идет речь о политике. О политике. О политике. О политике. Турчинов, Яценюк, Наваков. Они были. Они на нас головы послали это все. Мы не думали, что на Западной Украине они живут более богаче, чем мы. И лучше, чем мы. И повывозить холодильники, извините за выражение, бэушные лючки и все остальное. Как вы думаете, если будет такое мирное воссоединение, тогда будет ли такая стабилизация, нормальная обстановка? Турчинов, Яценюк, Наваков. Мы в это уже не верим. Не верим. Нет, я в это уже не верю. Не верю. И когда вы... Я умтван. Мы живем между небом и землами. Вы чувствуете себя как покинутими, брошенными людьми. Брошенными людьми. Не адвокат Турчинов. Как вы чувствуете себя поддерживать с Донецкой? Ну а какая у вас есть какая-то поддержка от правительства Донецка? Только что тут живем. Никакой нет, ничего нет. Мы брошены и той, и той стороной. Я бы так сказала. Мы еще никто, мы никто. Они еще даже не знают, что делать с нами. Уже третий год мы тоже живем. Как вот сейчас вот даже с пенсиями, если взять, да? Вы же приехали с той стороны, поэтому Украина уже вам не платит, потому что вы здесь, да? А Донецк тоже не платит, потому что вы с украинской стороны. Платят. Но она не пенсия в нас взывается, а? Социальная помощь. Я получаю на ребенка тысячу рублей. Тысячу. А ребенку сколько лет? Ребенку девять. Что бы вы хотели, чтобы люди на Западе о вас узнали? А что о нас уже узнавать? Вот вы сами видели, как мы живем. Я с ИЗН. Что у нас действительно есть боевые действия. Если там говорят, что у нас нет войны, у нас действительно война. Мы хотели бы, чтобы день прожили, ночь ложимся спать и небось знаем, утром мы проснемся живые или нет. Третий год. Они говорят, что уже мира хочется, чтобы уже определились, что Донецк в состав Украины уже не войдет. Но Порошенко все-таки думает, он не хочет добиться, чтобы забрать Донецк. Большая часть Донецка, я сомневаюсь, что они не хотели туда вернуться, но в Украину. Да, и большинство, они в Украину вернутся. Спасибо. Я желаю вам радоваться, чтобы вас запом Mathematics был вернем. Спасибо. Спасибо. Ada really.